Всех приветствую! Поздравляю всех с прошедшими новогодними праздниками и Рождеством! Итак, пришло актуальное время для посевов. Поговорим о зимнем посеве и подзиму. Давайте подзиму. Подзиму в ноябре месяце такие культуры, как лаванда, дельфиниумы. Скажем так, сегмент многолетних растений можно было сделать посев подзиму. Что это обозначает? Поверхностный посев на подготовленный заранее грунт и оставляем посев на улице. Как только у нас появляется первый снег, мы заносим в... Допустим, пусть будет этот даже дом. Ну вот у меня холодная теплица. Заношу в холодную теплицу балагана, как удобно. И засыпаю хорошим слоем снега. Если нет снега, мне многие пишут, но если нет снега, что делать? Лед. Делаем лед. И с поверх кладем лед. Для чего это? Это у нас идет хорошая стратификация семечка. Что такое стратификация? Это мы подвергаем семечка стрессу. Тем самым мы ее пробуждаем и увеличиваем всхожесть семян. Также есть уже пришло время, уже конкретно посевы. Если же есть у вас теплица. Если у вас теплиц нету на подоконнике, то есть посевами многих культур я бы подождала. Просто она у вас зайдет и благополучно упадет. Если у вас нет условий подсвечивания, температурных режимов, тепличных условий нет, пока не сеем. Те, у которых тепличные условия есть, то мы сейчас, допустим, та же самая лабелия. Вот, допустим, лабелия красная. Вербеночка, астра, бегония, эустома. То есть все такие вот раннего, скажем так, посева. Все, что это, уже можно высеивать в смелую. То есть мы делаем поверхностный посев поверх готового грунта и засыпаем хорошим слоем снега. И оставляем это, ну, минимум на неделю-две в холодном месте. То есть у нас теплица, сейчас у нас ночная температура минус 20 днем, минус 10, но солнышко. Мы это все дело оставляем в теплице холодной. Ну, недельку через, недель через две мы занесем уже в теплый теплицу отапливаем, где у нас уже хорошие ночные температуры. Это плюс 15, и днем у нас очень хорошо тепло. То есть, чтобы у нас наша семечка после процесса стратификации проснулась, появились новые всходы. И самое главное, чтобы они у нас не упали. То есть делаем досвечивание утром 2 часа и вечером 2 часа. И температурный режим. Аккуратнее спали его. То есть черноножка у нас от лишней переувлажнения. Это у нас такое грибковое заболевание нехорошее, которое страдает очень многие всходы. Так что вот смотрите, вот такой вот у нас начался уже сезон 2023. Всем вам хороших всходов, удачных посевов. Стратифицируйте. Это мой совет. Так как это самый лучший пробудитель для семян. Даже если они у вас старые. Если, опять же, советую, если они у вас старые, положите перед посевом в морозилку за месяц. Тоже будет очень хороший эффект. Всем огромное спасибо. Всего доброго. Будем, как говорится, работать. До новых встреч. Продолжение следует...